здравствуйте в эфире телеканал white on tv программа тайны библейских сказаний в студии я ведущий александр гурарье и на связи со студией журналист писатель петр люкемсон петр добрый день в прошлой программе мы остановились на том что три дружественных царя пошли войной на мавитян и заблудились в пустыне что же произошло дальше мы сейчас расскажу искать историю деяний рукой лиший елисея в сезональном варианте и я напоминаю что три армии пошли на мав это армия израильского царя йорома сына ахава младшего сына ахава армия иудейского царя ехатшафата и армия безымянного царя едоба который был в принципе вассал ехатшафата но пошли они решили нанести удар бааву значит кружным путем зайти с тыла в это государство который расположен на территории современной иордании и пошли через пустыню депиле там заблудились остались без воды воды нигде нету пустыня с ним было бы было не только были не только солдаты в россии было огромное количество скота потому что такую армию надо еще в дороге чем-то кормить поэтому и тут вдруг жара жажда воды нету и шафар спрашивает и у царя израильского царя йорома йорома возникла мысль что это конец вот что получилось скажет три царя армии трех царей заблудилась и погибло в пустыне как стыдно на что и иудейский царь ихатшафата это нет ли здесь какого-то пророка здесь происходит то что иногда убит вида как много событий остались заказы и сказали многое что да есть есть и миша какое лишь а тот самый который поливал или я в воду на руки ну то есть когда великий пророк или я совершал омоление вот у него был такой ученик лишь а который ему лилого из кувшина воду на руки мальчик который мы водичку там поливала да он уже далеко не маг как вы понимаете и он он здесь это был там времени уже большим пророком и он передался дар ильяру и вот дальше происходит следующее сказано что и пришли к царе цари три царя пришли пророку и лишь и который находился здесь и далеко пустыне почему они сами пришли об этом не сказано но понятно что сами сами вообще кому-либо не ходят просто а они послали естественно последовую сказали лишь и что вот три царя просят чтобы ты пришел и выдал дал пророчество сделал пророчество что-то сказал что делать на что лишь искал если им так нужно пусть они сами приходят вот они пришли выхода выхода не было и тогда лишь и говорит послужен этих трех царей говорит что на дворе царю его сыну агаву царю израильского северного что если бы это был просил только ты я бы даже на тебя не взглянул ты язычник ты служишь идолом я не хочу с тобой разгазе не хочу с тобой не видеть и как узел но разве праведного царя их ашафата я вам скажу что делать вот только привезите ко мне музыканта синодальном переводе грица гуслиста ну если явно был бы пришел музыкант так-то нахи написано на висе шестерки музыкальных инструментов но это тоже были не гусны у еврея было много музыкальных инструментов но гусны среди них не значится была арфа была скрипка были духовые инструменты арфа больше всего похоже на гусли правильно что арфа больше всех похоже на вас уже арфа понятно для чего ему нужен музыкант музыка должна была помочь ему войти в транс и выйти на связь со следующий сейчас будет давайте вдоль русла вот этого высохшего ручья ямы и на завтра утром там появится вода без всякого ветра без дождя без ничего вы увидите как это будет и на утро действительно вдруг хлынул поток воды вообще вода в ручьях ныльевых проливается она идет она идет с севера и проливается всегда неожиданно связана известная трагедия сейчас по поводу идет суд в израиле трагедия русле ручья софит когда группа группа курсал военной подготовки вышла на экскурсию хотя их предупреждали что не стоит и значит они вышли по руслу высохшего ручья и вдруг вода хлынула так неожиданно там это всегда так бывает с потоки воды в негиве что практически мало кто из ребят смог выбраться один человек погибли в амят несколько минут этого мощного потока воды взявшегося ниоткуда нельзя было противостоять вот и вот такой поток воды хлынул и тогда на следующее утро вот то есть у армии появилась вода пищу не было был скот с собой есть все проблемы с пролиантом с выживанием армии разрешились и можно было продолжать путь дело в том что армия мама тоже увидела армия мама видимо у них хорошо работала розетка она знала что цари решили три царя решили обойти кружным путем и ударить с тыл и поэтому она ждала чуть чуть ниже по руслу того же ручья в полном вооружении она ждала евреев вот и когда хлынула вода ну было ради утра то есть восход солнца восход солнца окрасил воду красный свет вот того ко всему скорее всего там еще была красная глина которая придала воде красоватый оттенок и они видят что идет значит друг такой поток воды взялся ниоткуда когда он до них дошел они скажут что это вода или кровь она красная скорее всего они сказали там что-то произошло между этими тремя царями которые на самом деле как мы знаем не очень лазят друг с другом и они просто перебили друг друга и нам осталось их сейчас пойти их и забить и они направились к еврейскому стану который уже проснулся который поел который начал готовиться к битве и пришли туда как раз когда евреи были во всеоружии поэтому началась битва который но ведь они обратились бегство вот евреи и гдали через всю страну причем на ли варварский я честно скажу мне кажется то что написал талахи это было лучше и тоже тоже запрещает уничтожать скажем фруктовые деревья на территории врага потому что какие бы они его где-то люди оставить что-то есть запрещает принципе вырезать совместное население до без остатка запрещать портить сельскохозяйственные угодья и так далее здесь была намеренная порча евреи вырубали фруктовые сады и закидывали камнями поля чтобы маовицы они могли на них сесть и так маовицы они догнали до их города кирхараши до их столицы но там произошло следующее там произошло тоже заведатель истории кирхараши царь маава запрещен с последними северстами своими солдатами в этом городе и вот дальше произошло нечто непонятное во всех случаях фраза талахи звучит очень двусмысленно непонятно кто это сделал сказано что царь маава зачем-то очень хотел достать царя и дома и убить его и чтобы достичь победы чтобы так сказать избавиться от евреев непонятно то ли он принес своего старшего сына на стене каких то есть уже зарезал своего старшего сына в жертву чтобы милости из богов и чтобы они подарили ему спасение то ли царь и дома ради того чтобы держать победу царю мау мало с которой у него видимо были какие давние счеты зарезал своего сына и принес его жертв но сказано вот это мы не знаем кто именно хотя большую большинство историк ускоряется что речь идет о царь маава но чешские жертвоприношения категорически запрещены то ли и вы делаете это когда евреи увидели что юношу на стене убили просто для того что принести в жертву богам языческим это был для них таким шоком что они отступили вот они отступили каждое велосипедное владение вот и дальше идет рассказ о трех так сказать великих деяниях и нищих первый из них связано с чудом с кувшинчиком масла ему обратилась написано одна из дом сыновей пророков дэй-навиим сыновья пророков это обычно ученики пророческих школ видимо это был ученик какой-то одной из пророческих школ или яван-ави устное предание говорит что это был авадия тот самый авадия который был приближенным царя агау мы с вами о нем говорили и спрятал сто пророков служивших единому богу израиля спрятал сто пророков и кормил их этот же авадия он же пророк авадия или в синодорном переводе в русском переводе пророк авдий пророк авдий и отсюда русское имя авдий так вот удивительно этот пророк как говорит предание был не евреем по происхождению он был герам это единственный случай великий герам истории израиля быть то есть герам напомним что герами называли человека который принял иудаизм а который то есть он не еврея по происхождению в истории за и были великие герой это имеется светочи израиля заводил у которого совершается паломничество и председатель верховного суда автор милса моей и очень-очень многие но пророков среди них не было авадий единственный он был на митянец по происхождению и вот бог его застрел пророческого дара и есть книга пророка авадии и она входит в библейский конус так вот когда он умер вдова пришла к илиши и говорит что мой муж умер нечем было кормить я влезла в долги но сейчас пришел взаимодействие пришел кредитор и требует отдали бы отдать деньги либо двух моих сыновей значит он заберет в рабство это была принятая форма что значит рабство то есть чтобы они отработали этот долг у него в хозяйстве эта отработка была занять несколько лет правда каждый седьмой год год шмиты все рабы выходят на свободу рабовладелец не мог в еврею задержать траву после седьмого года больше чем на год шмиты и на юбилейный год 50 каждый 7 лет но в любом случае женщина совершенно не устраивала что ее сыновья несколько лет будут работать для чужого дядя и она говорит что делать и тогда илиша ей сказал что а что у тебя есть дома в принципе ничего нет у меня есть осеф шевер то есть какой-то очень маленький сосуд с маслом может быть это даже было блюдечко потому что смысл истинный смысл этого слова осеф утерян вот он сказал знаешь что попроси у всех соседок у всех знакомых у кого только можешь всех родственников сосуды занеси их дом закрой дверь и я потом помолюсь и ты увидишь что будет и она собрала 100 были вместе с ее двое сыновей собрала на в доме ну попросил долг сколько могла вот этих сосудов и вдруг масло его за этого блюзичка или маленького кувшинчика полилось и она стала наполнять сосуд за сосудом и сыновья ей подносили сосуды масло лилось и так продолжалось до тех пор пока она говорит давай еще сосуд сыну а он говорит а мама все кончились сосуды больше него что наливать и масло прекратило сечь когда я лишь это увидел он сказал ну все в порядке говорит теперь значит продать часть масла и это пусть будут эти деньги за счет выручены деньги отдачи в качестве возвращения долга а то что останется тоже продайте и будет еще год другой на что жить потому что масла действительно было много масла оливковое масло стоило достаточно дорого это был один за 40 продуктов питания очень-то вот второе второе чудо которое совершил ниши это чудо сына шинамистянки ну шинам это такая область в израиле поэтому кстати бы считала она славилась своими очень красивыми женщинами и отношу на мистянка уже не молодая женщина она значит и решила часто угощала бишу с его учеником гехази и они приходили к ней дома она давала их их подкармливала и так далее всячески привечала вот а потом он сказал своему мужу знать что давай вот он божий человек ходит по всем деревням там проповедует людям помогает вот давай мы ему сделаем комнату флигель у нас на крыше причем так чтобы из улицы к этой комнате вела отдельная лестница это очень важно потому что чтобы он в любой момент мог войти на человек свою комнату сам переночевать и мужчина согласился так сделал и когда лишь увидел какое внимание к ему привязать женщинского он спросил скажи что я могу для тебя сделать вышел и что такое может где на замолвать слову перед царем перед губернатором вашей области смотри у меня как большие связь мы помним что у него большие связи потому что царь его обращали за помощью нет у меня все в порядке мне как бы ничего не нужно вот но лишь я видел что она печально потому что я не было детей послушай что я тебе скажу через год у тебя родится сын благодарность за то что ты нам столько сделал я упросил бога чтобы он послал все сына а я вам сказал не смейся господин мой надо мной как бы я уже не в том возрасте он говорит ну видишь через год у этой женщины родился сын и так он рос до 12 лет и мать была счастлива и вот когда мальчику было 12 лет она послала его в поле отнести отцу и отец кстати семья была не бедная семья была зажиточная и видимо было большое поле и на поле были не только хозяин работал на поле но и наемные работники и она послала мальчика отнести отцу и наемные работники и в еду нормально совершенно дело но вы не забывайте какая жара стоит в наших местах только что только не надо бы такую жару пережить поскольку она была 46 градусов на улице и видимо мальчик стоял на поле придется отцу еду погрелся отцу вдруг он говорит ой что то с моей головой голова моя голова и упал в омрак отец понял что это тепловой удар этому явно тепловой удар вот емелья отвести слуги отмести сына немедленно значительно домой бассейн и пока слуга придется принес мальчика тот умер у него на руках во всем случае не подавал признаков жизни не знаю умер он или нет окончательно он не подавал признаков жизни и тогда тава когда и тогда эта женщина когда это увидела она меряла отнести ребенка в комнату которую она построила для илиши и закрыла комнату а сама села на ослицу женщине садись на слаб вот осло вообще отличается более бурным наручим ослицы как-то кстати ослы и бросается на женщин тут кто когда-либо держал осла узнаешь что они женщинам из рода людского тоже почему за не разнодушны ну это еще о поле описал золотого осла никто не это один из причин которые привод к рождению этой книги 1 из причин вот это вот это сексуально активность ослов по отношению к женщин вот такого растяло нас лицу и муж очень удивился когда он видел что случилось я повезу к этому божьему человеку это что случилось то вроде бы не на колоде и но месячей не субботы когда принято просить благословения у пророка чего вдруг она мне сказал что ребенок умер он сказал мне надо вот она вообще никому не сказал что ребенок умер слова умер обратите внимание это очень важно она не произносила и она поехала поехала к нищей который тогда находился в гигане если там знакомы и нас или углубили в аваринах и бесед и лишь из них ази увидел не еще издалека без смотри есть вот эта добрая женщина ази побеги к ней спроси как уделила как сын как муж здоровы ли все совы вот и даже за спе гихази побежал спросил она ему сказал все хорошо пророк не знал что ли вообще он же пророк вообще-то о хорошего замечательного и когда только когда она пришла к нише и сказала что ее сын умер лишь был в шоке то есть она произнесла снова умер то именно потому что он не он не знал почему ему бог не сообщил зачем она пришла как только принципе если он действительно порог и как только увидишь женщина подъезжает бог ему должен передать зачем она пришла бог не передал поэтому он подумал что вынесен окончательно придавок и он я лишь может что-то сделать но сказал и он скрыт своим ученику их ази гиези его называют связали перевод цитаты на библии 8 мой посох пойди с этой женщиной положить мой посох на лицо этого ребенка может быть он встанет но как бы ничего не гарантирует вот тут женщина это обгибает ноги лишний я никуда не уйду пока ты сам не пойдешь и не вернешь и моего сына я его у тебя не просила ты сам не сказал что у меня родится но сейчас ты его у меня отбираешь но подвергте он не оставалось сделать как пойти за след за этой женщиной хотя что сделать и как и чем это кончится он не знал эта ситуация на самом деле повторялся многократно у евреев пророков сменили сначала будрецы талмута потом танаим их последователи на последнем этапе истории их сменили хасидские царики вот один из таких последних хасидских цариков был рыба из махновки махновка это местечко под бензичевым это был последний хасидский садик который жил в сц он выехал из москвы в 1964 году с ним связано много чудес одна из истории например гласит что киупри пришла вдова однажды уже уже здесь когда был в Израиле пришла вдова и сказала что вот мне нужен твое благословение на выздоровление сына прошла боль и драка букву всего 25 лет и врачи говорят что они ничего не могут сделать и рыба сказал ашем и рахем то есть до смелости сына ним бог это значило что он сам тоже уже ничего не может сделать бог вынес свой приговор и молодой человек должен умереть и тут она сказала я никуда не уйду пока ты не дашь свое благословенное выздоровление моего ребенка она действительно отказалась уходить вот так же как эта женщина шиномитянка видишь и они сидели вместе и плакали и рыба тоже плакал и потом вдруг он споднялся и сказал значит так сейчас ты выйдешь из этой комнаты пройдешь прямо в больницу и скажешь врачам что опухоль операбельна и что операцию надо сделать завтра и чтобы ее делали только те врачи которые есть сейчас в отделении неважно хорошие они плохие они должны будут делать операцию и как бы предание истории гласит что в итоге операция была сделана и молодой человек прожил еще много-много лет и женился и родил детей и так далее но чудеса случаются как видно и в наши дни но в данном случае ниша пошел в очень большой неуверенности в доме этой вдовы поднялся в комнату запер за собой дверь и как говорит тонах лег на этого ребенка устали в уста что он там сделал искусственное дыхание тогда растерся на теле ребенка и массива согрелась а потом за что на самое потом ребенок открыл глаза ребенок кожу за чудо оживления ребенка очень напоминает искать будущее христианская легенда чудо чуде оживления лазер так же как почвы легенда история с пушечка маск напоминает некоторые христианские легенды наконец-то есть и чудо затем начался год была засуха засуха к сожалению у нас частый земле израиль и если встал нечего есть а у них была целая школа пророков не только не только ученики хазина и другие пророки но пришел какой-то крестьянин сделаем пожертвование где как он пришел к лишь искал смотри у меня есть несколько нечверных лепешек вот это я придется тебе лишь иди раздает моим ученикам там около ста он говорит послушай что это эти лепешки какие-то на одному человеку на зуб колозу но нет как сто человек имени на идеации это ничего зачем да мы ты дай вот этих столицы и вот это игорский лепешек поселось на хотел на 100 учеников и лишь это тоже очень напоминает христианскую легенду об умножении хлебом возможно база идет отсюда вот ну следующий я надеюсь следующий выпуск мы уже закончим разговора жизни права крыльяши отблазить венчайшку руку безусловно заслуживает от того чтобы поговорить а на этом давайте остановимся и уже будем встречаться следующий раз спасибо спасибо большое петр легенсон дорогие друзья программа тайны библейских сказаний продолжение следует оставайтесь с нами всего доброго